В Благовещенске постепенно ослабляют противоковидный режим. На этой неделе в городе открылись детские игровые. Этот день предприниматели, занятые в этом бизнесе, назвали праздничным. В ближайшие полчаса поговорим о столице Преамуре. На уходящей неделе в Благовещенске произошло много интересного. Вы смотрите город, события, люди. Здравствуйте. И начнем с короткого анонса. Если мы это делать не будем, то у нас будет очень большое скопление воды. Основная сила на микрорайон. Взялись за шланги. Городские коммунальщики борются с последствиями обильного дождя на утонувших улицах. Нам сейчас нужно оценить ситуацию и принять решение. Договорились? Да, да, да. Позвали на помощь мэра. Ремонт двора на КПП вызвал у жителей вопросы. Ответы уже найдены. Мы расскажем, какие. Флаги развивались, буйки не мешали. И довольно-таки красиво. И данный заплыв посвятили юбилею победы. В здоровом теле. Благовещенцы отметили день физкультурника массовой зарядкой и многокилометровым заплывом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Благовещенске продолжают лить дожди. За последние два дня выпало более половины декадной нормы. В области, конечно, ситуация сложнее. Но даже такой небольшой объем дождя заставил благовещенских водителей снизить скорость. А специалистов ГСТК бороться с озерами на дорогах. Анжелика Павлова проехала по городу, оценила ситуацию и узнала, надолго ли задержится непогода. Смотрим. С пяти часов утра дождь в Благовещенске не прекращался ни на минуту. Менялась лишь его интенсивность. Временами он переходил в настоящий ливень. Синоптики говорят, всему виной юго-западный циклон. Поэтому тренд на ближайшие два дня августа. Дождевики, зонты и резиновые сапоги. Водителям такая экипировка понадобится вряд ли. А вот внимательность и аккуратность более чем. Особенно тем, кто передвигается по микрорайону. Половина улицы Дьяченко буквально в считанные часы превратилась, если не в море, то в маленькое озеро точно. Александр Ковтайкин предпочитает на своей легковушке по нему передвигаться исключительно со скоростью 5-10 км в час. Хотя буквально секунду назад она была в 4 раза быстрее. Не ожидал, что такой морости зальет город так сильно. Стараюсь быстро не ехать, так как вода может попасть в моторный отсек, залить двигатель и можно заглохнуть в этой луже. Поэтому стараюсь максимально ехать аккуратно с небольшой скоростью. Кому обороты набирать приходится, так это рабочим ГСТК. Воду с городских улиц они начали откачивать с 8 часов утра. Ее за полчаса только с улицы Василенко в районе пересечения с Игнатьевским шоссе успели вывести 40 кубометров. Это 4 машины. Говорят, несмотря на слабую интенсивность дождя, поток большой. Коллекторы с ним справляются слабо. Но это не повод опускать руки. В дождь есть смысл в том, чтобы ее много не собиралось. Допустим, мы сейчас помогаем ей уходить этой воде, чтобы она уходила более-менее, чтобы перекресток был хотя бы для движения. Если мы это делать не будем, то у нас будет очень большое скопление воды. Основные силы на микрорайон. Сейчас с микрорайоном разделаемся, как бы так сказать. А потом будем переходить там 5-я стройка, КПП, основные такие улицы. После того, как закончили с водой на самых проблемных участках, начали откачивать ее с подъездов к детским садам. За шланги возьмутся еще раз после двухдневной передышки. С 18 августа область, в том числе и Благовещенск, накроет очередной циклон. Когда в середине недели появился просвет от дождей и проглянуло солнце, ремонтировать Благовещенские дороги вышел завод на колесах. Он покрыл ровным защитным слоем подъездные пути по обеим сторонам путепровода на загородной. От Красноармейской до Игнатьевского шоссе. В чем особенность технологии Слари Сил и сколько прослужит покрытие, расскажет Кристина Слепцова. Издалека черная полоса на проезжей части напоминает свежеуложенный асфальт. Но ничего общего у Слари Сила с ним нет. Во-первых, смесь готовится прямо на дороге, в установке, которую называют «завод на колесах». Во-вторых, для укладки не нужны дорожные катки. 15-миллиметровый слой материала рабочий распределяют вручную деревянными грибками. Да и дорожным покрытием в привычном понимании назвать его сложно. Это всего лишь тонкий защитный слой. Установка для производства Слари Сила движется со скоростью примерно 5 км в час. За это время удается покрыть смесью 200-метровый отрезок в проезжей части улицы Студенческой. Всего на обустройство слоя износа на отрезки между Загородной и Игнатьевским шоссе уйдет около 10 дней, если в процесс не вмешается погода. В дождь Слари Сил укладывать нельзя, в отличие от асфальта. Излишняя влага вымывает из смеси битум, оставляя лишь крошку, что не позволяет создать на проезжей части нужный эффект. Навредить могут и автомобилисты, выехав на свежее покрытие. Делать этого нельзя часа 4 после укладки смеси. Сама по себе встала немножечко, но движение запускать нельзя. То есть она уже не пластичная, не подвижная. Все, она уже встала, но движение мы запускаем, ну как минимум, при хорошей солнечной погоде. Нужен ветер и солнышко. Все, и тогда Слари Сил очень быстро встает. Если соблюсти все правила, то благодаря тонкому защитному слою получится отодвинуть ремонт проезжей части на несколько лет. Под ним скроются все мелкие ямы и трещины. К тому же это в разы дешевле, чем снимать асфальтобетон и укладывать новый. Плюс Слари Сил дает хорошее сцепление колес авто с проезжей частью и, как следствие, снижает аварийность. Впервые его применили в Благовещенске 10 лет назад. Эта технология применяется уже вторично. Первый раз наша компания производила укладку Слари Сил на участке Новотройского шоссе между Калининским кругом и поворотом на пятую стройку. Ну, смесь пролежала, весь гарантийный срок. Он составляет 4 года. В полной мере протестировать отремонтированные подъездные пути автомобилисты смогут одновременно с открытием виадуга на Загородной. Оно запланировано на 1 сентября. На этой неделе выяснилось, что жители одного из дворов в районе КПП недовольны его ремонтом. Он только начался, а вопросов уже много. Помочь решить их они попросили мэра областной столицы. Олег Имамеев выехал на место и выслушал местных жителей. О чем поговорили, какие решения приняли в нашем материале. «Нам сейчас нужно оценить ситуацию и принять решение. Договорились?» Принимать совместное решение градоначальнику и жителям домов на Пионерской 150 и 153 приходится прямо по ходу осмотра двора. А все потому, что его долгожданный ремонт людей разочаровал. Вроде все и сделано по проекту, но, возможно, его еще до начала работ. Жители подробно не изучили. Теперь хотят исправить нестыковки. Например, вот у этого дома бордюры оказались ниже отмостки и превратились в препятствия для пешеходов. Решение предложил мэр. Воплотит его подрядчик. «Они ее собьют отбойными молотками и более плавно ее сделают, чтобы люди не спотыкались. Это то, что я сейчас вижу. Сравняют, да? Да, ну естественно, чтобы не было вот этой двойной ступеньки и туда не упало». А вот проблему с отсутствием отмостки возле другого дома решат иначе. Выложат демонтированные из городских улиц тротуарной плиткой. Материалы даст администрация. Поработать придется жителям и управляйке. «Проезд, конечно, хочется, чтобы был такой удачный заезд, удобный. И насквозь, да? А пусть здесь мы по дороге пройдем. Вот там часть, она вообще получается, никак не будет благоустраиваться». Еще один большой вопрос – заезд во двор. Работы здесь идут по нацпроекту, а вот ремонт проездов по нему не предусмотрен. И местные боятся, что все труды пойдут зазря. «И всегда там ямы, грязь. И, конечно же, оттуда будут заезжать сюда машины и будет нестись вся грязь во двор». С доводами жильцов мэр согласился и поручил включить работы по обустройству въезда с пешеходной дорожкой в план ремонта уличной дорожной сети. «Если у нас получится та экономия, которую в этом году позволят сделать, в те сроки, а ремонт примерно затянется не менее, чем на месяц, чтобы не нарушить технологии, мы будем делать в этом году. Если мы увидим, что это невозможно, то будем ставить план следующего года». В следующем году местные надеются увидеть здесь и новый вызывной светофор. Установить его попросили в районе второй поликлиники. Этот вопрос городским властям предстоит проработать совместно с госавтоинспекторами. И еще о благоустройстве города. Около 50 тысяч квадратных метров газонов за эту неделю успели привести в порядок рабочие ГСТК. Это примерно 5 улиц. На борьбу с травой в скверах, парках и вдоль городских дорог они выходят практически ежедневно. Впрочем, есть факторы, которые мешают специалистам в полной мере выполнять работу по графику. Какие и почему особое внимание косари уделяют местам вдоль проезжей части, узнаете из нашего сюжета. Минута на сборы, секунда на запуск триммера. Проще говоря, косым. С ней Игорь Лестротенко не расстается с 6 утра и до 5 вечера. В этот раз вместе стригут газоны вдоль улицы Богдана Хмельницкого. Чтобы привести в порядок полквартала, Штилю нужен литр бензина. Да заправить его дело не хитрое, говорит Игорь. А вот косить траву бывает проблематично. Люди бытовой отход кидают, бутылки всякие, склянки, банки, собак выводят тоже как бы неприятно. Ну и такие тоже тонкости, как машины едут. Люди тоже порой агрессивно разговаривают. А нам куда деваться, у нас работа такая. Потому что не будем стоять и ждать, когда все машины будут ездить. Это касается газонов у дорог и перекрестков. Именно их приводят в порядок в первую очередь. Делают это для безопасности, поскольку высокая трава может ограничить обзоры водителям и пешеходам. В других же местах стараются не срезать зелень до самой земли. Взбивают только верхушки. Борьбу с сорняками ежедневно ведут три бригады рабочих. За один день бригада из шести человек успевает выкосить порядка десяти тысяч квадратных метров газонов. Возвращаться на одно и то же место рабочим порой приходится несколько раз за неделю. Но и времени на скос в таких случаях тратят в два раза меньше. Трава, которой уже когда-то касались лезвия, гораздо мягче, а потому легко поддается стрижке. Еще один нюанс. В последнее время рабочие вынуждены ловить каждый сухой час. В дождь орудовать косами невозможно. А уже после них на места выходят другие бригады. После того, как у нас скашивают траву, в ночь у нас заходят на приладковую люди и начинают убирать то, что на дорогу сбрасывается. А также проходят трактора по тротуарам и заметают все остатки вот этой травы, которая была туда вынесена. За последние пять дней успели укоротить растительность плодопитомники на улицах Богдана Хмельницкого, Горького, Конной, Калинина, Тенистой, Новотроицком шоссе, Василенко. О том, какие еще важные события происходили на этой неделе, мы лаконично, но не менее информативно расскажем в нашей традиционной рубрике «Новости короткой строкой». В начале недели стало известно, что на благовещенца, засыпавшего ротонду черным порошком, не будут подавать заявление в полицию. Он сам позвонил в ГСТК и пообещал оплатить все затраты за устранение последствий. Мужчина рассказал, что не хотел ничего портить, просто проводил внутри ротонды торжественное мероприятие. На улице Мухина водитель Тойоты вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с машиной скорой помощи. От полученных травм 43-летний мужчина скончался. Водитель скорой и четверо его пассажиров, среди них 11-летний мальчик и полуторагодовалая девочка, получили травмы разной степени тяжести. Пресс-служба правительства РФ сообщила, что на следующей неделе премьер-министр страны Михаил Мишустин проведет в Благовещенске совещание по вопросу социально-экономического развития ДФО. Среди докладчиков – министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и министр финансов Антон Силуанов. В сквере ЦЭФ появились танцующие пары в нарядах 19 века. Светящиеся фигуры пока работают в тестовом режиме. Новую художественную подсветку оценил мэр Благовещенск Олег Имамеев. Всего в сквере расположили 21 светодиодную фигуру и 260 ландшафтных светильников. На их изготовление и установку ушло почти два месяца. Экс-мэр Благовещенск Валентина Калита заняла пост ректора Амурского областного института развития образования. Информация об этом появилась на сайте ведомства. Назначение произошло спустя две недели после сложения ею полномочий Благовещенского градоначальника. Валентина Сергеевна – кандидат педагогических наук. 18-я мужская осень станет осенью премьер. Она пройдет в Благовещенске с 13 по 20 сентября. За эту неделю горожанам покажут 13 полнометражек и 24 короткометражных фильма. Планируется и показ антрепризных спектаклей. А вот встречи в шатре с персоной дня в этом году будут проходить в онлайн формате. Здание 1-й гимназии Благовещенска, пострадавшее в прошлом году от дождей, приводят в порядок. На объекте трудятся 40 строителей. Работы нужно завершить к сентябрю, до начала учебного года. Поэтому на счету каждый солнечный день. О том, что делается и сколько лет учебное заведение не видело масштабного ремонта. В материале Алена Лепкаловой. В этом месте рабочие перешли к покраске стен. В другом еще предстоит попотеть. Грунтовать, штукатурить, шпаклевать. Старую штукатурку сняли на 60% здания. Для покраски выбрали желтый цвет. Он – визитная карточка гимназии. И финскую краску. Она очень стойкая и хорошо себя зарекомендовала. Работы ведут очень аккуратно. Подсветку, которую в прошлом году установили, мы ее не трогаем. Частично ее демонтируем, монтируем. То есть с ней все будет в порядке. Мы ее защищаем для того, чтобы ни штукатурка, ни что не повредило. Берегут строители не только имущество гимназии, но и покой ее коллектива. К шумным работам подрядчик приступил только после сдачи выпускниками последнего экзамена. Сейчас, кроме дождей, рабочим ничего не мешает. Последний раз фасад первой гимназии ремонтировали 17 лет назад. Время и осадки взяли свое. Но рабочие не только штукатурят здания, также ремонтируют цоколь. Параллельно идут работы по замене кровли. Шифер меняют на профлист с полимерным покрытием. Такой материал прочнее и прослужит не меньше 20 лет. В целом на ремонт гимназии потратят более 16 миллионов рублей. На эти деньги отремонтируют и балкон обсерватории. Впервые за 55 лет. Балкон мы увидели в плачевном состоянии. И детей на балкон обсерватории мы уже года три не выпускаем, потому что боимся за безопасность. Думаю, что после ремонта это можно будет сделать. После того, как балкон будет укреплен, гимназисты смогут выходить на него с телескопами и наблюдать за звездным небом. А пока здесь слышны звуки стройки. Знать объект подрядчик должен к началу учебного года. Пока укладывается в сроки. Воспитанники Благовещенской прогимназии про школу и не думают. Обо всю еще наслаждаются летом. Они знают, что такое эмульчирование, сорняки и даже могут определить степень зрелости овощей. Причем не только в теории. Практикуются дошколята на огороде, расположенном прямо на территории Доу. Какой урожай они там собирают? Почему не выбрасывают сорняки? И самое главное, для чего они это делают? Узнаете из сюжета. Перед работой в огороде мы сейчас оденем фартуки, чтобы защитить свою одежду. Одежду защитит фартук, руки, перчатки. Командир десанта маленьких огородников прогимназии в этот раз Максим Цивенко. Потому что единственный мужчина в команде старшей группы. Задача нелегкая. Отыскать на местном огороде, где растут овощи и зелень, сорняки. И ни в коем случае их не выбрасывать. А отнести в теплицу. Ее на территории Доу установили в этом году. Засыпать в лотки и вооружиться лейкой, чтобы обильно полить собранную траву. Для чего это нужно, Максим охотно объяснил. Мы их поливали для того, чтобы быстрее гнило и образовалась хорошая земля для рассады. Я бы посадил тут помидоры. Помидоры уже выросли. А еще свекла, морковь и кабачки. Найдя последний, дошколята не смогли сдержать восторга. Таким образом, педагоги воспитывают в дошколятах трудолюбие и попутно знакомят с окружающим миром. Причем, начинают это делать задолго до того, как поспеет урожай. Мы начинаем вообще с зимы. Потому что мы изучаем с детьми семена. То, как они прорастают. И все это происходит на огороде, на окошке. И уже потом, когда мы знаем, что есть из семян рассада, мы ее в начале лета высаживаем. Если культура растет только из семян земли, то мы сеем. В течение лета ухаживаем, поливаем, рыхлим. И все дети делают самостоятельно, под нашим четким контролем. Мы отдаем урожай, который мы собрали на нашем огороде. Как здорово! Какие вы молодцы! Будем теперь борщ варить, да? На одних овощах для борща знакомство ребят с растениями не закончилось. В развивающем центре, который в прогимназии создали специально для того, чтобы перенести занятия из групп на улицу, дети собирают ягоды боярышника. Потом их высушат и создадут образцы природных материалов. Делают это в рамках реализации регионального компонента. Проще говоря, знакомство с родным краем. К огромному сожалению, есть еще такие детки, которые больше знакомы с киви, чем с репой. Вот региональный компонент – это не что иное, как знакомство детей с особенностями этническими, природными особенностями того района, той области, где ребенок живет, где живет его семья. Поэтому это и те растения, которые в дикой природе растут, это те овощи и фрукты, которые можно выращивать у нас в Амурской области. Именно это, уверены педагоги, разовьет в дошколятах патриотизм и любовь к родине, которая, как известно, начинается с родного края. Благодаря поддержке администрации в столице Преамуре реализуется одна из инициатив городской молодежи. В конце июля благовещенские волейболисты обратились к мэру Олегу Имамееву с просьбой обустроить зону для игры в пляжный волейбол. Подходящее место нашли – старая невостребованная тренажерная площадка на набережной Амура в районе горпарка. Что уже сделано и какие преимущества появятся у городских любителей игры с мячом – расскажем в сюжете. Там, где раньше была тренажерная площадка, сегодня свои мышцы качает погрузчик, отсыпают ее щепнем. После сюда завезут песок. Все в соответствии со стандартами пляжного волейбола. Сама работа простая, сложность в другом. Сама сложность в том, что набережная – очень людное место. Приходится огораживать места, сопровождать самосвалы до выезда, ставить людей конкретно на въезд, потому что многие люди, не обращая внимания на табличку «не перегораживать въезд», обязательно поставят машину свою на въезд. За строительством волейбольной площадки следит чемпион Дальнего Востока Павел Васильченко. Этому виду спорта он отдал 13 лет. С его подачи и целой командой его единомышленников началось возведение спортивного объекта, потому и следит за каждой деталью. Песок речной, да, а братца где будет? Ну, Амур-Асо. Амур-Асо, да, получается. Амур-Асо. То есть это песок, который, ну, вы знаете, да, Амур-Асо, они чистят фарватер, поднимают, то есть песок прямо с реки, в заиски песок. Речной песок нужен потому, что в пляжный волейбол играют босиком. Это одно из главных правил спортивной дисциплины. Учли и другие. Две площадки, которые расположатся здесь, будут выполнены по международным стандартам. Рядом трибуды и судейская вышка. Экипировка тоже по всем правилам. Будут заказаны мячи, именно пляжного волейбола мячи. Будут заказаны сетки. То есть это все будет. Есть классический волейбол, да, который есть сетка. Но и мячи в пляжном волейболе, сетка и мяч, он отличается. Немного пляжный волейбольный мяч, он отличается по размерам, да, то есть там по давлению мяча. Ну и сетка тоже отличается. Она должна быть специальная, то есть должны быть специальные крепления. Новая площадка позволит проводить в городе соревнования по пляжному волейболу всех уровней, от дальневосточных до международных. И все это с прекрасным видом на Амур и нашего восточного соседа. В Благовещенске на этой неделе, как и по всей стране, праздновали День физкультурника. Начали отмечать с самого утра, как и положено, с зарядки. Ее провели на 25 площадках города. Самую масштабную, собравшую более сотни человек, на стадионе Амур. А позже по одноименной реке одни любители плавать преодолели Амурскую милю, другие прошли на яхтах. Подробности в материале Анжелики Павловой. Наклоны, приседы, прыжки. Утром только в меру активные упражнения. Повторить их за старшим преподавателем кафедры теории и методики физической культуры БГПУ Верой Краснокутской не упустили возможности более сотни горожан. На площадку вышли целыми семьями. Всего каких-то полчаса, зато заряд бодрости получили на целый день. Ну-ка ветер гладь нам кожу, освежай нашу голову и путь. Каждый может стать моложе, если ветром веселого хлебнуть. Освежиться в день физкультурника решили и любители поплавать. Да не просто так – преодолеть Амурскую милю протяженностью 1852 метра. Ровно столько – от улицы Артиллерийской до переулка Уралова. Плыть пловцам с триколором в руках было просто. Помогала течение реки и комфортная температура воды. Нормальная, потому что я занимаюсь и зимой, и летом. Ну и даже не для закаленного. Вода довольно-таки теплая, дни жаркие были. Вода хорошая. Ветер встречный – это еще лучше. Флаги развивались, буйки не мешали. И довольно-таки красиво. И данный заплыв посвятили юбилею победы. Этому же событию, а еще 200-й годовщине со дня открытия Антарктиды, пловцы намерены посвятить еще два заплыва. Этот был своего рода тренировкой. Самым, конечно, грандиозным и знаковым событием будет – это у нас на территории Амурской области заплыв от Буссе до Градекова. И второй заплыв будет Черноморская эстафета победы. Она пройдет с 20 октября по 7 ноября от города Новороссийска, город-герой, до города-герой Севастополя. Мы в каждый город будем заплывать. И вот сегодня одним из элементов было главное – по максимуму плыть слаженно. Слаженно шли по Амуру в День физкультурника крейсерские яхты. Обычно такие тренировочные выходы Федерация парусного спорта Благовещенска проводит на Зее. Но в честь праздника суда, украшенные разноцветными флагами, выпустили на пограничную реку. Горожане зрелище оценили. Многие даже запечатлели прохождение судов на камеры телефонов. Итоговая программа подошла к концу. О самых ярких событиях грядущих дней поговорим ровно через неделю. Смотрите также наши ежедневные новости «Город». В них всегда самые актуальные темы. Если у вас есть информация для нас, звоните 52-4202. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова